Вы слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте! Сегодня вторник, 9 ноября. В эфире утренняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня в выпуске. Спор между двумя энергосетевыми компаниями о размере оплаты за подключение к электрическим сетям разбирался в Управлении Федеральной антимонопольной службы России по Ульяновской области. Выслушав и проанализировав аргументы обеих сторон, специалисты Федеральной антимонопольной службы, руководствуясь требованиями закона, приняли решение в пользу одной из компаний. Информацией об обстоятельствах спора и о принятом решении сегодня с нами поделится начальник отдела товарных рынков Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ульяновской области Марина Степанова. О новых выявленных преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на транспорте, и о специфике работы отделения по контролю за оборотом наркотиков Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте, расскажет старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте, капитан полиции Сергей Чернов. Сегодня, накануне отмечаемого в нашей стране ежегодно 10 ноября Дня сотрудника органов внутренних дел В нашей программе примет участие ветеран правоохранительных органов Ветеран спорта и активный пропагандист здорового образа жизни Майор юстиции в отставке Алексей Таршиков А также вас ждет новый выпуск нашей еженедельной рубрики Песни из любимых кинофильмов В котором сегодня мы вспомним самую популярную песню О сотрудниках правоохранительных органов Из самого знаменитого советского телесериала о милиции Говорим о конкуренции В октябре в нашей программе прозвучал материал о выявленном нарушении законодательства О технологическом присоединении к электрическим сетям Допущенном в Ульяновске структурным подразделением РЖД Оказалось, что подобные нарушения в деятельности различных энергосетевых предприятий Специалисты Федеральной антивонопольной службы России выявляют довольно часто О еще одном подобном нарушении, на этот раз выявленном в Демитровграде Сегодня в нашей программе рассказывает начальник отдела товарных рынков Управления Федеральной антивонопольной службы России по Ульяновской области Марина Степанова Это спор уже между двумя сетевыми организациями Одна из которых обратилась в вышестоящую сетевую организацию За осуществление процедуры технологического присоединения Здесь спор может быть является прецедентным Потому что у нас вот в Ульяновску ФАС России такие дела еще не рассматривались Но в любом случае, я думаю, они неоднократно будут возникать у нас и в городе Ульяновске И в Демитровграде, в принципе, по области В связи с тем, что количество объектов, которые присоединяются к сетям Все более возрастает и, соответственно, техническая возможность становится меньше В чем суть спора? У нас сетевая организация, которая явилась заявителем Она уже обладала технологическим присоединением В определенной точке к сетям Сетевой организации, которая являлась исполнителем по договору Ну, я думаю, можно назвать это ООО «Энергомодуль» Заявитель наш, соответственно, обратился в «Энергомодуль» И началась процедура технологического присоединения Причем необходимо сказать, что вот наш заявитель Сетевая организация ООО «Энергопромгрупп» Оно ранее уже было присоединено по той точке присоединения По которой хотела увеличить мощность У него было присоединено 180 кВт Еще они хотели в этой же точке присоединить дополнительно 150 Чтобы в совокупности было 330 кВт Просмотрев заявку ООО «Энергопромгруппу» ООО «Энергомодуль» выдала договор на тех присоединениях И технические условия И получалось, что в соответствии с данными техническими условиями Абсолютно вся мощность будет переприсоединена к другой точке поставки И в технические условия было заложено строительство новой линии электропередач С тем, чтобы разгрузить старую линию И вот эти 180 кВт, которые раньше были энергопромгруппом присоединены Присоединить на новую ЛЭП и туда же присоединить 150 Новых? Новых, да, чтобы было 330 И при этом размер платы за технологическое присоединение В совокупности составил около 4 миллионов Конечно, 4 миллиона это очень много На рассмотрении у нас в деле «Энергомодуль» говорила, что это мероприятие по сути последней мили Потому что у нас разрешается строить в соответствии с правилами технологического присоединения Те объекты, которые позволяют создать возможность для присоединения принимающего устройства К сетям сетевой организации Но в данном случае у нас эта ситуация отличается от ситуации Так называемого строительства в последней мили Потому что у нас уже ранее существовало технологическое присоединение И фактически здесь уже у нас действуют немного другие нормы То есть если у нас, как «Энергомодуль» заявлял на деле Вот в той точке, где ранее был присоединен 180 киловатт Нельзя было дополнительно дать 150 Потому что вот это ЛЭП, которые были присоединены ранее, 180 киловатт Уже... Технически это невозможно было Технически было невозможно Почему? Потому что пропускная способность ЛЭП 3319 киловатт Они нам представили расчет на дело А фактически уже с дополнительными нагрузками С расчетами получалось 3479 киловатт там сидит То есть существовавшая ЛЭП уже не могла справиться с дополнительной нагрузкой Да, присоединять новые мощности уже было невозможно к этой ЛЭП И поэтому они решили перевести и ранее присоединенную мощность И новую на другую линию электропередач И, соответственно, поэтому вышла большая размер платы за технологическое присоединение Потому что по стандартизированным ставкам Которые утверждаются уполномоченным органом на агентстве Прогруженцем тарифа Ленинской области Там большая протяженность получилась от подстанции Около 3 километров, по-моему, 2 с чем-то И, соответственно, очень дорого получилось Потому что на строительство 1 километра около миллиона стоит Ну и там еще иные составляющие есть Когда мы рассматривали дело, у нас заявитель говорит По поводу позиции энергомодуля Если у нас отсутствует техническая возможность Здесь, в этой точке, где мы уже раньше получали 180 киловатт Получать электроэнергию Значит, у них отсутствует техническая возможность А если у нас отсутствует понятие технической возможности Именно которое закреплено в правилах технологического присоединения Значит, у нас должно быть технологическое присоединение по индивидуальному проекту А если технологическое присоединение по индивидуальному проекту То плата уже рассчитывается не по стандартизированным ставкам Которые были ранее утверждены полномоченным органом Для всех стивых организаций а утверждается агентством по регулированию тарифов после отдельного обращения сетевой организации. И в случае, если по индивидуальному проекту утверждается размер платы за технологическое присоединение, то заявитель, который обращается, он вправе часть работ выполнить самостоятельно по своему выбору. То есть это, в принципе, выгоднее заявителю. Поэтому заявитель посчитал, что процедура технологического присоединения его объекта к сетям нарушена, и обратился к нам. А у нас в законодательстве еще существует запрет на включение в плату за технологическое присоединение затрат на развитие существующей сети. И когда мы начали смотреть непосредственно эту процедуру, то мы увидели, что фактически уже существовала сеть у нас, потому что чайшая мощность была присоединена у заявителя. А когда строится новая лэб, энергомодуль предложил в том числе и ранее присоединенную мощность перекинуть на новую линию электропередач. Значит, у нас, соответственно, во-первых, разгружается старая линия для того, чтобы увеличить качество электроснабжения ранее присоединенных потребителей. Во-вторых, у нас меняется точка присоединения полностью у заявителя, потому что с одной опоры оно будет в другой опоре присоединено. Ну и, соответственно, там узел учета у нас весь полностью меняется, переносит, там оборудуется. То есть фактически у нас изменяется внешняя схема электроснабжения заявителя. И суды исходят из того, что если у нас меняется внешняя схема электроснабжения потребителя, который ранее был присоединен, то это является мероприятием, которое осуществляется в сетевой организации, присоединяющей мероприятиями по развитию существующей сети. Потому что, соответственно, ранее присоединенное там освобождается мощность, и ранее присоединенное лицо перекидывается на другое. А развитие существующей сети, оно должно сидеть не в плате за тех присоединениям, а по-другому считается оно. И, соответственно, расчет размера платы за технологическое присоединение, которое было осуществлено для нашего заявителя, в данном случае был произведен неверно. Потому что, в принципе, запрещено в случае, если осуществляется развитие существующей сети. Запрещается все расходы нагружать непосредственно на заявителя? Да, запрещается, то есть они не могли в данном случае считать постандартизированным ставком. Поэтому мы признали нарушение в действиях энергомодуль в том, что они нарушили саму процедуру технологического присоединения, и это повлекло неправильный размер платы за технологическое присоединение для заявителя. И мы вынесли постановление о наказании и наложили штраф в размере 100 тысяч рублей, и вынесли также представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения. Очень интересная тема. На самом деле, на этом ситуация может возникнуть, естественно, не только в Димитровграде, как я сказала, это прецедентное дело, там может быть и в городе Ульянск, и в городе Димитровграде, в принципе, по области, потому что, конечно же, потребители присоединяются там, где уже что-то развито, где уже есть определенная загрузка у электросетей. Поэтому ситуация может возникнуть еще раз, неоднократно. Управление Федеральной антимонопольной службы России по Ульяновской области напоминает, пренебрегая правилами технологического присоединения к электрическим сетям, энергосетевые компании рискуют быть привлеченными к ответственности в виде крупных штрафов. Для того, чтобы избежать штрафа, есть только один выход – соблюдать требования законодательства. Далее в нашей программе информация, поступившая из Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте. Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на станции Ульяновск-Центральной были задержаны двое жителей Самарской области. В ходе личного досмотра, а также последовавшего затем обыска по месту жительства у задержанных, 26-летнего мужчины и 23-летней девушки, было обнаружено и изъято 23 свертка с подозрительным порошком белого цвета, а также веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза показала, что изъятые вещества содержат в своем составе ряд наркотических средств. Данные наркотические средства предназначались для сбыта на территории Ульяновской области, в том числе путем произведения закладок вдоль железнодорожных путей. Следственным отделением Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, определенное санкциями данной статьи, предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Затем сотрудниками Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте пресечен еще один факт незаконного оборота наркотических средств. При сопровождении пассажирского поезда сообщением «Челябинск-Москва» внимание транспортных полицейских привлек подозрительный 37-летний мужчина. При личном досмотре у пассажира были обнаружены и изъяты более 20 свертков, внутри которых, как впоследствии показала экспертиза, находились синтетические наркотические вещества. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного все той же статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако в данном случае, с учетом конкретных обстоятельств, максимальное наказание, определенное санкциями данной статьи, предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет лишения свободы. О выявлении и пресечении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на транспорте, и специфике работы отделения по контролю за оборотом наркотиков на транспорте, рассказывает старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте, капитан полиции Сергей Чернов. Специфика работы нашего подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков заключается в экстратериальном принципе работы. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, начинаются на территории одного города, области или даже субъекта Российской Федерации, а уже оканчиваются моментом задержания на территории оперативно-обслуживания линейного подразделения. Самым ярким примером является пресечение поставок наркотических средств из Москвы, Самары, сотрудниками нашего отделения. Иногда мы можем видеть на зданиях надписи, которыми рекламируются наркотики. Какая ответственность предусмотрена для тех людей, которые распространяют эти надписи, и кто должен эти надписи убирать? За данное правонарушение предусмотрены следующие виды ответственности. Самое главное, административная ответственность по статье 7.17 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях, то есть уничтожении или повреждении чужого имущества, если это не повлекло причине незначительного ущерба. Накладывается административный штраф в размере от 300 до 500 рублей. Если же будет доказано сотрудникам полиции, что осуществляется пропаганда наркотических средств, то предусмотрена ответственность в соответствии с статьей 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прикурсов воров растений. Влечет за собой наложение административного штрафа до 5000 рублей. Кто должен убирать эти надписи? Данные надписи должны убирать коммунальные службы, соответственно, их никто не ограничивает. В праве подать регрессный иск данным хулиганам, кто эти надписи и нарисовал. Расскажите о результатах операции МАК в 2021 году, проводимой Ульяновским линейным отделом МВД России на транспорте. Всего за истекший период операции МАК в 2021 году изъято около 182 грамм марихуаны. Наиболее ярким примером деятельности нашего подразделения стало задержание двух жителей Самарской области, которые осуществляли сбыт наркотических средств растительного происхождения на территории оперативного обслуживания Ульяновского луна МВД РНСИ на транспорте бесконтактным способом, то есть закладками. Расскажите, какие наиболее яркие были примеры раскрытия наркопреступлений в этом году по линии Ульяновского линейного отдела МВД РНСИ на транспорте? Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков в результате проведения оперативно-наркотических мероприятий был задержан житель Ульяновской области, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. В ходе его личного досмотра, а также осмотра транспортного средства, было обнаружено где-то более 25 свертков с веществом белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что представленное вещество содержит в составе сильнодействующие наркотические средства метадон. Следственным отделением Ульяновского ЛОМВД РНСИ на транспорте возбуждены уголовные дела по данному факту. В продолжение нашей работы с сотрудниками уже Ульяновского линейного подразделения в пассажирском поезде был задержан житель Омской области, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. Также в ходе личного досмотра у данного гражданина были изъяты свертки с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что вещество содержит в своем составе метадон и наркотическое средство героин. Данные наркотические средства предназначались для сбыта на территории Ульяновской области методом закладок доль железнодорожных путей. Возбуждены уголовные дела, ведется следствие. А какие мероприятия линейный отдел внутренних дел проводит по профилактике наркопреступлений на подведностной территории? Сотрудникам Ульянского линейного отдела ВДРС на транспорте проводится активная разъяснительная и профилактическая работа по линии незаконного оборота наркотических средств под шефным образовательным учреждением средней школы номер 46 имени Полбин, которая расположена в железнодорожном районе города Ульянска. Активная разъяснительная и профилактическая работа в основном проводится сотрудниками ПДН. Это отдел по делам несовершеннолетних? Наиболее сильная опасность представляет наркотические средства синтетического происхождения. Это синтетические наркотики, синтетические стимуляторы. Это крайне опасные вещества, которые быстро вызывают привыкание и зависимость. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня в нашей вечерней программе душевный разговор о службе в милиции, о своей приверженности к спорту и здоровому образу жизни, а также о его встрече на ринге со знаменитым профессиональным боксером Мохаммедом Али, от которой у участника нашей сегодняшней передачи остался на память автограф, расскажет ветеран органов внутренних дел, ветеран спорта, майор юстиции в отставке Алексей Иванович Таршиков. Добрый день. Коротко могу сказать, что родился я в Калужской области, рабочем поселке Еленский. После школы поступил в техническое училище номер 2 города Брянска. Получил специальность рабочую и по направлению стал работать на Брянском машиностроительном заводе в тепловозном цехе. Затем служба в армии в Казахстане, в городе Приозерске. После службы в армии поступил в Саратовский юридический институт. По распределению получил направление в город Ульяновск, следственный отдел Заволжского РОВД. Затем учеба в Академии МВД, работал с заместителем начальника Заволжского райотдела. Затем переводом был направлен на работу в следственный отдел Магаданского городского отдела милиции. В столице Колымского края работал свыше 7 лет. Возвратился в город Ульяновск после ухода в запас на гражданку в 1993 году. В 1997 году был приглашен на работу в администрацию Заволжского района заместителем главы района по правопорядку, где проработал около 4 лет. Кроме того, свыше 10 лет был председателем Совета ветеранов Заволжского РОВД и Ульяновского городского управления внутренних дел. Алексей Иванович, за время Вашей службы в органах внутренних дел, наверное, было немало ярких, запоминающихся уголовных дел, которые Вы расследовали. Действительно, было немало уголовных дел и кражи личного и государственного имущества, грабежи, злостное хулиганство и другие. Хочется отметить, одно из уголовных дел по этому делу потерпевшая была гражданка Финляндии. которая находилась в нашей стране с благотворительной миссией. Это было здесь в Ульяновске или в Магадане? Нет, это было в Магаданской области. И в самом Магадане было совершено преступление. Обстоятельства такие. Гражданка Финляндии возвращалась с личным переводчиком в Москву. В Магадане у них была пересадка через сутки. И они остановились в гостинице в городе Магадане. И во время их отсутствия, когда они ходили, знакомились с городом, при возвращении номер гостиницы этой гражданки из Финляндии был взломан и были похищены ценности кинофотоаппаратура, ее личные вещи всего на несколько тысяч долларов. Ого, какая крупная сумма! В связи с тем, что это было неординарное преступление, поскольку связано с иностранной гражданкой, тем более, что она была у нас в стране благотворительной миссией. И это преступление было, конечно, взято на контроль и управлением внутренних дел, и местными партийными советскими органами. Надо сказать, что то ли это повезло, то ли так сработала наша следственная оперативная группа, но в течение суток были установлены лица, которые совершили это, и они еще не успели реализовать эти ценности, полностью были изъяты и полностью возвращены потерпевшие, которые, когда я ей возвращал вместе с оперативниками, и ей ценности она уже должна была улетать, поскольку у нее самолет уже был забронирован в Москве. И очень она была довольна тем, что ей не надо было оставаться день, два, три, что полностью ей возвратили. Она выразила нам в группе огромную благодарность. Ну, а начальник УВД, генерал-майор милиции Поважный Владимир Петрович наградил нашу группу, как говорят иногда в народе, по полной программе. Были награждены все без исключения. Могу только отметить, что я получил денежную премию такую, которую не получал ни до, ни после, хотя имел около 40 поощрений за время службы и наград. Алексей Иванович, рассказывая об этом раскрытом преступлении, вы вначале сказали, что может быть повезло, но я думаю, вы это сказали из скромности. В таких вещах везение – это далеко не самый важный фактор. Здесь все-таки, я уверен, сыграл важный фактор – профессионализм вас и ваших сотрудников. Совершенно верно. Правильно ваше замечание. Это я сказал, так сказать, для связки слов, а тут, конечно, проработалась наша следственная оперативная группа, сотрудники уголовного розыска. Были профильтрированы многие, если не сказать, все работники гостиницы. Вышли мы на одну женщину, молодую, 21 года, когда я ее задерживал по 122 статье, когда с ней работали оперативники. Стала она сотрудничать со следствием, и поэтому вышли еще на двоих ее подельников мужчин, ранее судимых, и были задержаны, арестованы, поскольку она содействовала следствию, и прежде всего то, что она имела сына двухлетнего, мы пошли на то, чтобы взять у нее подписку о невыезде, и в том числе и суд учел эти два момента. Правда, привлекли ее к уголовной ответственности, но без лишения свободы, условно. А ее подельники получили то, что должны были получить. Еще расскажем про какие-то интересные дела. Мне это очень интересно. Хочу тут отметить такой момент, что во время работы органа Ратурдии мне так случилось, что однажды пришлось задерживать лично одного грабителя. Случилось это в Засвиярском районе. Около 10 часов осенней вечером, находясь в том районе, я услышал крик женщины о помощи и увидел убегающего мужчину. Мне удалось его догнать, задержать и доставить РОВ в ВД. Женщины были возвращены ее, он вырвал в нее сумочку с деньгами, были возвращены. Ранее оказался судимым, и он был задержан, а потом арестован и предан в суду по закону. Был такой момент, когда в Магадане однажды вечером, тоже около 10 часов вечера в городе Магадане, я шел со службы, и навстречу шел парень, на плече нес большой такой мешок. Я в форме был, милицейской, и по закону имею право останавливать, спрашивать там документы. Я его останавливаю, спрашиваю, что в мешке. Он знал, что ответить. Ответил, говорит, несу капусту от бабушки. И не сообразишь сразу, не любой сообразить. Но я, тем не менее, решил на ощупь проверить мешок. Он стоит передо мной, на плече этот мешок. Я ощупал мешок, смотрю, там не просматриваются кочаны. На капусту не похоже. Не похоже. И я, значит, ну-ка вперед, и если только попытаюсь избежать, получишь по полной программе. Но я в форме, он не знает, вооружен ли я или нет табельным оружием. В общем, он добросовестно дошел со мной до дежурной части. Там провели личный досмотр, и оказалось в этом мешке несколько, пять или семь новых дубленок с этикетками. А накануне, за неделю до этого, была совершена крупная кража этих изделий со склада. Стали им заниматься плотно. Оперативники тоже успели изъять похищенное. Они не успели их еще реализовать. И, конечно, получили они все по закону, а кража эта крупная была раскрыта. Как потом справку мы брали о похищенном, там сотни тысяч рублей. Напоминаю вам о том, что полностью беседу с ветераном органов внутренних дел и ветераном спорта Алексеем Ивановичем Таршиковым о его службе в милиции, о значении спорта и здорового образа жизни, а также о его встрече на ринге со знаменитым профессиональным боксером Мохаммедом Али вы услышите в вечерней программе «Душевный разговор». В эфире радио государственной телерадио компании «Волга». Сегодня в 19 часов 20 минут. Душевный разговор. А сейчас утреннюю программу радио государственной телерадио компании «Волга» продолжает наша популярная рубрика «Песни из любимых кинофильмов». Песни из любимых кинофильмов Следствие ведут знатоки. Цикл советских детективных телефильмов – один из самых популярных советских телесериалов. Главные герои сериала – три работника московской милиции. Следователь Павел Знаменский, его играет Георгий Мартынюк, инспектор уголовного розыска Александр Томин, его роль сыграл Леонид Каневский, и эксперт-криминалист Зинаида Кибрид. Ее сыграла Эльза Леждей, а в последних двух сериях в 2002 году – Татьяна Китаева. И слово «знатоки» является акронимом из первых букв фамилии главных героев – Знаменский, Томин, Кибрид. Основная часть цикла состоит из 22 фильмов «Дел», выходивших на телеэкраны с 1971 по 1989 год, а фильмы «Дела» номер 23 и 24 вышли в 2002 году под названием «Следствие ведут знатоки» 10 лет спустя. Телесериал «Следствие ведут знатоки» был создан по инициативе Министерства внутренних дел СССР. Министр внутренних дел с 1966 года по 1982 год Николай Щелоков проводил глубокие реформы советской милиции, которые ставили своей целью повышение престижа милиции среди населения, падение уровня преступности и предупреждение преступлений. Создание телевизионных программ, повышающих престиж советской милиции и направленных на предупреждение преступлений, было приоритетным направлением. Организация новых телеспектаклей была поручена старшему редактору главной редакции литературно-драматических программ Центрального телевидения Эмилией Коширниковой, которая после детального анализа современной советской детективной литературы остановила свой выбор на авторском тандеме супругов Ольги и Александра Лавровых. Они были хорошо известны своими статьями, книгами, сценариями документальных кинолент о правовом воспитании, о предупреждении преступности и борьбе с ней. К тому же, Александр Лавров много лет проработал в следственном управлении МВД и хорошо знал работу милиции изнутри. К концу 1970 года Лавровы представили сценарии первых четырех серий «Черный маклер», «Расскажи, расскажи, бродяга», «Естественная убыль» и «Волшебные узоры», из которых в дальнейшем редакторы и режиссеры сделали пять отдельных телеспектаклей. Лавровы хорошо владели материалом. Часто в основе того или иного спектакля лежали подлинные уголовные дела. У них было потрясающее предвидение, в их работах всегда поднимались проблемы, в решении которых были заинтересованы органы внутренних дел. Они чувствовали горячую тему и разрабатывали очередной сценарий с ее учетом. Тройка главных героев составляет единую команду по функциональному признаку. У каждого из знатоков своя роль. Знаменский проводит допросы и работает с документами, Томин ищет улики и охотится за подозреваемыми, а Кибрид проводит технические экспертизы. Как правило, все решения знатоки принимают коллективно. Они советуются друг с другом. В отличие от стандартного, типичного детектива, в большинстве фильмов цикла преступник известен практически сразу. И интрига закручивается лишь вокруг привлечения преступника к ответу, сумеют ли докопаться знатоки до истины. И как они это сделают. Телесериал пользовался огромной популярностью у телезрителей Советского Союза, достигнув пика популярности в конце 1970-х, начале 1980-х годов. Без всякого преувеличения улицы пустели, когда на экранах телевизоров начинали показывать очередную серию. Актеры, игравшие знатоков, хотя и были до этого известны кинозрителю, именно благодаря телесериалу приобрели всесоюзную славу. И как часто случается с актерами длительных сериалов, образы их героев тесно переплелись с их собственными. И многие люди прямо отождествляли Леонида Каневского и Георгия Мартынюка с работниками милиции. До определенной степени это делали и сами актеры. Например, Леонид Каневский регулярно отмечает День милиции как свой праздник. А Георгий Мартынюк вспоминал «На меня обрушилась такая лавина славы, что даже по улице невозможно было пройти, чтобы не услышать «Пал Палыч, здравствуйте!» Мне кажется, люди и фамилии моей настоящей не знали. Для них я был Пал Палыч Знаменский, следователь милиции». Песня Марка Минкова на слова Анатолия Горохова «Незримый бой», известная также под названием «Наша служба и опасна, и трудна», которая звучит с первого по семнадцатый фильм, а также в последних двух фильмах, стала неофициальным гимном советской, а впоследствии российской милиции и полиции. Если внимательно вслушаться в слова этой песни, становится ясно, что автор ни разу напрямую не говорит о милиции. Но у слушателей при звуках аккордов знаменитой песни сразу возникают образы сильных и умных следователей, готовых прийти на помощь и решить любые самые запутанные уголовные ребусы. Гармоничное слияние мелодии и стихотворения органично передает характер работы стражей правопорядка. Создается ощущение, будто песня родилась в недрах милиции, где-нибудь в кабинете следователя или в дежурной части. Зачастую режиссеры используют эту песню как визитную карточку милиции, а главные фразы из песни буквально растащили на цитаты. Впоследствии многими композиторами предпринимались попытки написать другую песню о милиции. Но испытание временем выдержало именно это о незримом бое милиционеров с теми, кто кое-где у нас порой честно жить не хочет. Давайте послушаем эту песню в исполнении Владимира Макарова. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой, так назначена судьбой для нас с тобой. Служба и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго, что ж друг друга выручали мы не раз, и не раз согрело нас, в тяжелый час. Сердце, сердце друга. Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки не скончаем, и порой встречи ненадолго. только снова поднимает нас зарей и уводит за собой в незримый бой наше чувство долга. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». Я, журналист Евгений Слюняев, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего вам самого доброго. До свидания.